Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinos и мы по-прежнему играем в Алису. Мы прошли Borderlands сейчас, да, и в принципе у меня время есть на неё. И сразу же, в самом начале, я хочу рассказать о том, какие комментарии мне пишут. А пишут комментарии полный пиздец, если честно. Сегодня в этой серии я буду просто пуканить, бомбить просто по... Я не знаю, по очень жёсткому, потому что появились... Либо люди появились откуда-то, либо, я не знаю, какие-то подписчики, Которые меня смотрели, но потом где-то резко... Ну, я не знаю, они молчали-молчали и тут решили поговорить, то есть написать комментарий. Но комментарий был настолько... Настолько идиотизм просто, что я не знаю. Вот можно начать даже с того, что мне писали, что я дико туплю. Сразу говорю, да, я, может быть, тупил, может быть, там подобное было. Но почему я тупил? Потому что я играю в игру, как бы, понимаете, она, ну, начальная, как бы, для меня. Да, я не могу сразу знать, где что лежит и тому подобное. Человеку свойственно глупить, свойственно ошибаться. И я хочу сказать, как можно ещё игру смотреть? То есть, было бы интереснее, если бы я знал всё, что тут происходит и всё замечал, да вряд ли бы. Тем более, если ты мой старый подписчик, я хочу сказать, что я невнимателен. Иногда я говорил ещё, ну, мои все подписчики, которые смотрят меня с самого начала, они, как бы, знают об этом. Что я не очень внимателен, поэтому даже я на работе, когда работал на одной, меня там чуть не убили за то, что я, там, эти заготовки случайно в стане задерживал. И они, конечно же, в жопу улетали. Так вот, я хочу сказать, человек настолько мне начал писать комментарии, другой бы уже не писал бы. Ну, если, да, там, человек тупит, да, ну, всё, я лично бы на своём опыте я не смотрю. Мне насрать. То есть, я, мне сразу плохо. Этот же начал писать полную херотень и начинался бомбёж какого-то пукана, хотя мне как-то было насрать на это, в принципе. Мне просто отчего смешно. Да, может быть, я что-то делаю неправильно, но... Let's play на то и есть, let's play! Вы смотрите реакцию другого человека, алё! Если бы было всё идеально и всё легко, было бы очень тупо и неинтересно. И, блин, я не знаю, как ещё можно объяснять, в принципе. Опять же, я хочу ещё рассказать, когда ты играешь и разговариваешь, у тебя свойственно ещё больше тупить, потому что ты пытаешься объяснить что-то людям, рассказать что-то интересное, чтобы let's play не был говном. И ты, тебе свойственно, да любому человеку, возьми, попробуй разговаривать и играть сразу. У тебя такая билиберда получится, ты просто не представляешь. Но это ладно. Конечно, те люди, которые мне сам советуют и тому подобное, я хочу вам сказать, что, ну, это к вам не относится. Потому что, как бы, это только к тому, к тем людям относится, кто пишет полный бред вообще. Просто полную хуя тень. Я даже буду материться в этой части. Давай, раскрывай свой парашный мозг. Потому что я не знаю, как людям объяснять. И был такой даже момент, я некоторые комментарии не помню, что он там написал, но был прикол в том, я уверен, он меня смотрит, я его забанил, потому что, ну, блин, я не хочу такие комментарии читать. Просто иди, найди себе другой канал и там бомби. Я хочу сказать, что не только этот человек. Есть ещё один, который пишет тоже бред. Но я, конечно же, на это не обращаю внимания. Так вот, что я хочу сказать. Комментарий был один очень интересный. То есть, когда я мини-игру даже проходил, мне просто, я орал с этого. Я говорю, мини-игры мы не будем встретить, потому что оно, ну, реально задерживает очень много, получается, серий и тому подобное. Нет же, надо мини-игры. Давай тогда, давай тогда вообще не будешь проходить. Да, блядь, сюжет и мини-игра, это совсем разные вещи. Нахер бонусные комнаты. Ладно, ещё с вопросами там смотреть. Но это, это полный маразм, если честно. Если я не хочу проходить, то я их не буду проходить. И ты ничего мне не сделаешь, как бы, ты не сможешь моё мнение поменять, потому что оно у меня такое. А моё мнение, это то, что лучше делать для всех людей. У нас есть 866 зубов. И, скорее всего, не знаю, почему я хочу острый нож сделать. Так вот, были моменты, когда даже подписчики мои отвечали на комментарии ебанутые. Если вы видите, комментарий конченый, я вам советую делать так же, как и другие. Отвечайте на него, просто я буду тогда понимать. То есть, вы как на моей стороне или на человека. Если на человека, я, конечно, буду прислушиваться и делать так, как он говорит. Совсем не весело, когда-нибудь я попробую трубку. Но когда я делаю что-то, да, я делаю это для людей, для себя. То есть, мне прикольно, да, проходить Алису. Но я смотрю и делаю лучше так, как я думаю, что так лучше будет. Всё. Если не нравится... Ой, тихо. Тупёшка моя, да. Я иногда пропускаю вещи, потому что, ну... Я иногда не знаю. Ладно, попробуем пролететь так. Да, мы долетим, в принципе. И, блин, такой бред, если честно. Вот я не бомблю. Мне так насрать на это. Просто хочется высказаться. Потому что, ну, всё-таки проходим. Хотя бы какой-то... Хотя бы какая-то тема есть для прохождения, потому что мы сейчас играем. О, я спрятался. Кстати, у нас ещё розочка одна появилась. Это я нашёл чисто случайно. Я просто начал там. Так, чаймёт. Есть люди, которые писали, ну, там реально классный комментарий про чаймёт. Что там, задерживай кнопку. Или... Как это называется? Или менять на тап прицел. Но я играю на геймпаде, друзья. Я ж говорил уже много раз. Я играю именно на нём. Блин, вот это вот, конечно, я не успел. Но, ладно. И как бы на этой кнопке, я не знаю, на какую кнопку. То есть на геймпаде на какую кнопку переставлять цель. Да и пофиг, в принципе. Всё нормально проходится. Я буду более чётче стараться проходить. И более чётче... Ну, то есть, более внимательно буду смотреть. Просто когда говоришь и смотришь, это совсем... Это не совсем удобно, точнее. Сейчас более... Ух ты! Вот эта головешка, конечно, подлетела ко мне. Можно так зажимать. И такой мощный выстрел. Ну, в принципе, вот эти вот мрази, которые помогают ему, они не очень... Они мешают, короче. Что я хочу сказать ещё. Вот нож, кстати, красиво стал светиться, когда я начал лимбить. Не знаю, давайте чаймёд. Чаймёд, это, конечно, классная штука. Есть люди, которые пишут нормальный комментарий. То есть там вообще адекватно всё. И, ну, как бы... Даже если какие-то претензии были. Но, что мне больше всего понравилось, это когда человек этот, который писал... Я не знаю, откуда он взялся, но... Он даже дизлайк поставил, блядь. Какой ты мудак просто. Мне дизлайк... Это просто... Лучше бы ты ничего не ставил. Когда ты ставишь человеку дизлайк, ты поднимаешь его популярность. Ну, то есть ролик поднимаешь его. Как бы... Делаешь ему услугу от этого. Так. Так что такие дела, друзья? Я не знаю, как ещё рассказывать и что вообще говорить. Человек даже написал в каком-то из видео, что, типа, странно, что ты воспринимаешь... Ну, типа, на такой комментарий адекватную критику. То есть этот человек, может быть, хотел меня... Как бы задеть за живое, что ли. Но настолько тупо, что мне даже смешно. Ну, ладно, не будем вам о всяких васянах говорить. Давайте дальше проходить, в принципе. Оба-оба-оба! Сука, блядь! Пиздец! Говно, блядь! Сейчас сожжёт меня нахуй! Вот видите? Заговорился, видите? Вот-вот что бывает. Это вот всё из-за пиздеца. Сука, отпусти меня, блядь! В Гималай, давнище. Чё-то как-то странно. А-а-а! Я понял, почему такая фигня произошла. Потому что... Потому что нам было с чаемёта стрелять. Видите? Сейчас, короче... Тихо. Делаем вот так. Меняем. Да меняй, сука! Ты чё, блядь! И вот так вот. Ему сразу хребет надо стрелять. Я просто... Я чё-то забыл об этом, кстати. Вот я заговорился просто. Видите? Вот так вот всё получилось. Всё? Мадагаскарский... Миндиетчик. Ты всё? Момер? Ура! Дайте мне хоть розочку или чё-то. Я потратил столько жизней на вас, а вы... Во! Отлично! Розочек у нас, кстати, очень довольно-таки хорошо. И конька с коконка будем тоже усовершенствовать. Будем чаемёта усовершенствовать. Это пока две наших самых главных вещи. И, в принципе, будем проходить. И я ещё хочу сказать. На тот момент, когда я тебе два видоса записывал. Когда там люди писали, что... Может, тупил или тому подобное. Я был очень сонный. И я не знаю, почему. Я выпил чая. И меня так в сон потянуло. Но я не мог просто не записать, потому что я уже начал. То есть, у меня был день свободный. Если бы я не записал, то, как бы, я просрал бы день. И я, конечно, да, извиняюсь за то, что я там записал. И так, может, сонно получилось. То есть, я там, ну, как Вася какой-то, там, говорил. Типа, типа, да, 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 да. Да, я даже не знал, что, в принципе, говорить. И вот такие вот дела. Кстати, да, и розочку. Про розочку я забыл рассказать. Ну, я рассказал немножко. Я когда играл, я закончил на таком моменте, где... Ну, я не сохранился. Вот розочка нижняя. И что я хочу сказать. Вот я на таком моменте закончил, как бы, сейчас. И что самое главное. Я ее нашел, да? А, я нашел комнату, у меня там... Да что такое? Че настало-то? Я нашел комнату, и там я нашел, можно так сказать, ее. Опа. Воспоминания там, всякое такое. Но, мне кажется, я даже не знаю. Воспоминания эти все я точно не соберу, потому что... Тут нужна очень хорошая, как бы сказать... Внимательность. А у меня не такой... Нету такой внимательности. Я это признаю. Просто. Чтоб не было комментариев дурацких. Я понимаю, конечно, когда ты смотришь человека летсплей, то... Да что такое? Почему я стою? То ты замечаешь, конечно, ту погрешность и тому подобное. Но, блин. Да любой человек, который делал бы видос, он бы мог бы тупить. То есть, ничего страшного. Наоборот, мне кажется, когда человек тупит, это... Это более смешно, там. Если какую-то херню несет. Посмотрите на того же Блэк Сильвера, или я не знаю. Может, ну, есть, конечно, наверное, люди тут, которые Блэк Сильвера смотрят. Ну, скучняк просто. Вот я не знаю, сколько не смотрел. И того же Джессуса я пересматривал по новой. И у кого-то, как вы думаете, было круто? У Джессуса. И у него две серии мне хватило посмотреть, чтобы, блин, я... Проорал там просто, не знаю. А у Блэк Сильвера, он даже мне... Как бы это даже сказать? Он мне испортил впечатление. Я больше, в принципе, смотреть у него не буду ничего. Испортил впечатление тем, что он просто молчал, не шутил, ничего. И какая-то нудная игра, если честно, показалась. Как только у Джессуса посмотрел, я просто дико орал. Вот даже... Сейчас может кто подумает, что я пиарю там или еще что-то. Да нет, мне... Я говорю свое мнение, как бы, вот и все. Больше ничего. Так. Идем дальше, в принципе. Мы еще не доходим до того момента, куда нам, в принципе, надо. А надо нам, походу, он, видите, какой-то мирок зеленый там подобное. Сейчас будет, в принципе, нормально серии, опять же, выходить. Они выходят, в принципе, каждый день, так что... Я даже... Я не знаю, даже ничего говорить не буду. Вы и так все видите сами. Сейчас еще Life in Strange. У меня еще одна пиксельная игра появилась. И ставишься, ух, ух, сколько там видосов будет, это просто пиздец. Сейчас мы, походу, уменьшимся вообще в жопу. Я не прошу вдыхать, ты им просто поскорим. Это гусеница, походу. Мы сейчас внутри вот этой хрени, походу, будем бегать. То есть до таких размеров маленьких уменьшимся, что будем в этом мире, наверное, в зеленом. И тому подобное. Сейчас мы должны, по идее, поменять наше одеяние. Офигеть. Тоже мир какой-то странный. Китайский, японский, сосонский. Загадочный Восток называется мир. Это круто, в принципе, что миры меняются. Обалдеть вообще. А ну-ка, дайте посмотрю. Ну, прям, знаете, вот прям офигенная такая платьица. Я даже не знаю. Китайская, даже не японская, не путайте. Вроде как китайская, если я не ошибаюсь. Такое вот. Так, мне кажется, что я могу, в принципе, дальше идти. Ради трех зубов, я думаю, не стоит рисковать. Так, по идее, как нам надо найти... Ну-ка, давайте попробуем сюда. По идее, как нам надо найти эту гусеницу. Автор уничтожил различия между поэзией и пессимизмом. Да, игра, конечно же, хоть слэшер, но в ней все равно присутствуют... Это еще что за рыбчики? Рыбачки. В ней присутствует доля, конечно, этого... Блин, как-то оно странно все. Доля сюжета и тому подобное. Так что... Не знаю, по-моему, проходить. Ой, зря, кстати, это сделал. Можно было и вот так. Ну ладно, пофиг. Так что, такие дела. Я даже не знаю, что тут у нас... Что можно рассказать еще вам? Кроме как то, что Life in Strange выходит уже 200 лет на русском. Хотя, если честно, я уже знаю практически все спойлеры на нее. Так, пока мы открыли тут, но я бы хотел посмотреть, что-то вот тут еще есть. А тут у нас, друзья... Тут у нас эти... Воспоминания. Я взял? Воспоминания это... А, это бутылка была. У меня воспоминания. Да пофиг. Сразу погнали. А, нет, нет. Стоять, стоять. А, в принципе, она так. Да, и еще я хочу сказать. Там кто-то писал, тупил. Там типа, в бою. Там можно было нажать тот и не нажал. А это... Блядь, миллион, сука, раз говорил и повторю еще раз. Я играю на геймпаде. На геймпаде я не привык играть. Иксбокс на геймпад совсем не тот, который на Соньке. Я никогда в жизни не играл на... Блин, мне надо туда бы. Я никогда в жизни не играл... Ух ты. И пятачок еще тут. Никогда в жизни... А, гляньте, там бутылка. Сколько всего попропускал. Никогда не играл на гейм... На геймбоксе. Фу, что я сказал? Иксбоксе, блин. Каком геймбоксе. Так что вот такая вот хрень. И неудобно, но я привыкаю, как бы, да, и лучше вот. Сейчас более лучше. Так, а я хочу подождите. Ладно, сейчас прыгнем вперед. А, тут золотые зубья. Так. Бэмс. Блин, тут везде, абсолютно везде. Кто-то говорит, настоящий искусство бесполезно. Ничего не понимает эстетики Востока. Тут очень много этого. Это не разбивается? Очень много бутылок, очень много всего. И я даже не знаю. Я смогу это все собрать или нет? Ладно, делаем все-таки ламповый летсплей, а не какой-нибудь срано-жопный. Не получится, видишь, как бы, никак. Так. Не будем ботхертить, не будем гнать. Хотя, как бы вам сказать, когда вы выпускаете злость наружу и где-то хотя бы высказываетесь, это помогает вам. Это, как бы, уберегает ваши нервы и делает вашу попкой гладкой, как у младенца. Так что, все в порядке, все круто. Те, кто говорят, ну, дети, да, там, типа, ай, бомбишь, а-а-а, за-за-за-за, там, мамку троллилал и там подобное. Ну, это, ну, это дети, просто на них не надо обращать внимания. Все будет хорошо, вот, покурите, как бы, вот, кальянчики тут, да, у нас спокойная такая миссия, такая... Так что, все круто будет, когда мы сдохнем все вместе с вами. Ладно, что я уже несу, сейчас подписывайтесь от меня, я буду сидеть сам и кукарекать на свои пельмени в одиночестве. Так, вот туда бы как-то бы... О, спасибо, чувак. А дальше можно? О, да, вообще. Ой, да, спасибо. Ты вообще такой благодарный, слушай. 274 зубья. Скоро мы сделаем новые. Блин, эту игру реально надо было брать на стрим, она очень длинная. Уже десятая вот серия. Пеняга, Женцы, Желкий Моряк, Николи, Гонка, Капитана, да. Десять частей, но, в принципе, как, что я хочу сказать? Что я хочу сказать, частей будет много, но третья глава, я пытаюсь записывать по 30-40 минут. Ничего не пропускаем, кроме как бонусной там миссии. И то есть в этих бонусных миссиях мы будем, там, прыгать-бегать, как дурачки какие-то. Да, 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 и то есть, сука, падла. Ладно, все в порядке. Все хорошо, я не бомблю. Я не бомблю, блядь. Так. Ага, тут надо сделать. Кстати, да, и вот кто-то мне писал, там, типа, ты там мало уменьшаешься. Да, кстати, я очень мало уменьшаюсь. И я уменьшался там вначале, вот из-за чего я нашел эту розочку. ту ну бонусную комнату и даже прикол в том что когда уменьшаешься надо смотреть по этим по сторонам по стенам постоянно будут всякие как бы это сказать подсказочки такие знаете стиле в стиле этого типа там свиной хряк там там еще чуть-чуть пошел типа нафиг да но все равно в принципе я прохожу как для сюжета не то что там пытаюсь задротничать и на и прям вообще ни одного кристалличка то есть зубы этого не пропускать и тому подобное я как бы все нормально пламени хватающих она молчит да и сейчас опять же я хочу сказать о извиняюсь за это такие звуки сейчас же еще будет конечно же пиксельная игра это пиксельная игра вообще ведет вас с ума она вообще поехавшая о новые бабочки самураи аса самурай я думал бабочка тут я сейчас я тебе сока накидаю а ухту тот и вообще metal gear solid по соли ухты бля вообще ну подожди счастливу это это что было то появляет еще одна так подождите как против них действовать что-то они какие-то крутые а ну давай чё-чё-чё-чё а мы вот так вот не знаю как но я их короче режу когда они меня пытаются ударить а еще пёрнул так вот а они хрена а если так обивают для не тут у сука ты чё блять убить била насмотрелся а если так то есть их надо бить когда в тот момент когда они тебя бьют а когда ты их бьешь до сраки вот это уже серьезные противники если честно вот это уже дал против таких я не знаю как я буду толпами совладать еще плюс чума если будет это будет вообще пипец короче получается так что мы путешествуем нашей алисы по нашему сознанию и наше сознание как бы сказать дает нам какие-то туманные туманных противников и тому подобное мы пытаемся сражаться пытаемся все это делать зря я это сделал кстати хотя нет все нормально она была сдалека просто и мы пытаемся понять что же все таки произошло пытаемся разузнать как бы это сказать что же с нами произошло кто спалил наших родителей и тому подобное так опять эти грёбаные малахитовые соски ладно не знаю как то надо уворачиваться сразу и бить но они падлы попадают по мне тоже так может какой-то тактика есть против них а ну-ка сейчас вот это только что было конечно красиво но мне по мне попали мах блин невозможно против них сразу со всеми сейчас я подождите по меня на сразу по всем мой красиво просто сразу прям в тучечку такую хер тебе врыла комариная вагина что я несу так ух ты подло ты чё сучка идешь смотрите она даже без головы сражается как так-то а это не это не без головы это что-то то и где-то нахер я убеде буду ломать как ты ломал мои ботинки шестом классе так продолжаем дальше пробираться смотреть что туда как и что тут и не как как на как макак вот тут хрень мне что-то а я так и думал что-то она слишком выделялась и поэтому можно было пройти все эти все вот эти вот зубики там тому подобное они только вам облегчат дальше прохождение по-другому никак просто но говорят концовка тут одна так что я не знаю какой вообще смысл собирать эти все воспоминания если концовка одна какой мать его смысл так сейчас сейчас стрельнем откуда там откуда там блять то я случайно не на ту кнопку нажал зараза откуда огонь был я не увидел так ладно мы недалеко начали а все понял то есть он не дает нам чтобы мы перепрыгнули но мы это делаем с легкостью уверенными себе людьми так лично тебя не алиса ну алё проснись чё ты застыла то бывает иногда в управлении как будто бы застывает она так куда нам дальше блин тоже красивое платье просто такое чувство как живое такое сделали физику такую классную хоть игра 2011 года вы представляете но даже сейчас игры выходят хуже так так то спасает одну душу спасает вселенную помнишь не знаю к чему мне это все говорить но ой никто не они красава блин они уворачиваются ну ладно когда они близко а видите я пробиваю как-то то есть смотрите я когда оглушаю они пробиты то есть я могу бить странно как-то это наверное когда вас отдаем а чё мудак чё типа отбиваешь да типа такой крутой ну подожди я не пойму теперь против как этого действовать а я понял когда он когда он короче сейчас вот так вот ой красивая пробил ему защиту надо пробивать вот это чаеметом наш говорил избивать с него всю броню они хрена ему видите а ну-ка подло короче я немножко сбил брони с него и он немножко обтекался и и чё это было ты чё думаешь я такой слабый маргариновый а лисенок а лисенок да не не это не получится у тебя блин надо наверно зажимать чтобы вот так прям вот так вот так когда он в полете это очень хорошо ведь разбиваем разбиваем ну легкий в принципе легко чаемет это конечно бомбовское оружие но я думаю что потом даже это бомбовское оружие не будет сильно помогать я вижу наверху какая-то хрень есть но мне надо как-то туда забраться блин я слышите я слышу хрюкотальник где он он где-то тут да те же ты подождите он как сзади меня подождите а ну-ка сука я же слышу вот тут где-то а твою мать вот он просто он в темноте был его не заметишь сейчас опять напишет а не видишь а слепая как можно возле почек ходить и не видеть их вот так блять можно не видеть вот обычно глазами как бы так так тек 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 тут в принципе ничего такого не было ну ладно все таки зубья нам не помешают лишние так где тут открылось а чё то а вот сюда осы дым знаете если ос там вроде бы или или пчел не помню дымом этим а иногда зачесалась дымом как бы ну можно чтобы не уснули она избранная наша сосочка кто это вообще такие муравик кит говори с этой ну да там это как она называется гусеница это и дураку понятно что то тут сейчас опять надо будет собирать я я даже не сомневаюсь так твои победы в бою в головоломках говорят что ты сможешь преодолеть какие то корни как будто бы грядущие испытания силу ума только подтвердит твои забранные или превозгласит твое поражение да блин опять эти как они называются пятнашки надеюсь мне ничего не надо будет искать окей а да мне все таки надо будет искать как же я ненавижу их искать ладно потому что в прошлый раз блин искал тоже начали гнать на меня типа пробежал даже не заметил ну потому что рассказывал был сон и вот такие вот дела как бы опа это что виктория от дайнека что ли блин а ну где мой чай мед на прям сразу так а часовой часовой механизм до кролика куда-то на а все вижу вот короче если вы что-то не знаете то вы можете вот так вот ну блин дайте мне вы можете просто уменьшится и вам любую подсказку расскажут ну то есть все больше тут ничего нету светлячки летают какие-то пел 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 а так эту я нашел а а везде тут же я был сейчас нас чешется а а все вижу отсюда сто процентов сколько мы там две взяли сейчас третью возьмем правда не знаю сколько там не хватает вроде четыре вот она и еще одна где-то должна быть еще одна где-то где я не видел так опять же хочу сказать еще почему туплю иногда потому что такие игры практически не играю для меня слейшеры там вот такие вот бродилки это было двести миллионов лет назад я уже в них немножко потерял хватку но пытаюсь вот соображать пытаюсь проходить и находить что нам нужно есть все собираем автоматом мне наверное этого дракона просто надо собрать китайского так как как там а все только вот один вопрос я даже картинку не видел как он там должен стоять где он там вообще начинается где он заканчивается что-то я не пойму а кажется я понял подожди сейчас ну вот это уже потяжелее но в принципе не такое уж тяжелое блин как же неудобно на этом геймпаде переводить я не знаю честно говоря а за 24 хода мне надо сделать все понял окей неужели как же я ненавижу эти пазлы просто ты можешь спасти нас я открою тебе путь или дверь что там было написано не успел пазлы просто ненавижу на них столько много времени тратишь просто чтобы пройти дальше ну ладно эта игра бы просто была бы однотипной если бы вот так вот бы проходила бы как бы да постоянно ну одно и то же убиваешь там побегал попрыгал так что все круто все окей ох какая девушка она без короче больна она представляет странную вещь у нее комплексы герои сильное желание помогать другим персики порезали так надо читать я просто отвлекаюсь когда надо реально читать какие-то кишки постоянные каких-то кишках проходим ммм так идем дальше ммм как домино какое-то вот эти вот штуки летают ну наверно скорее всего это как домино и есть куда то ну непонятно вообще куда оно идет так нам вот туда вот надо я вижу даже этого чувака бэмс 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 какие-то бумажные жалостные осы держат саду да сейчас надо будет еще против ос этих драться андрей в х в он в 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 окей хорошо посмотрим путешествие только начинается я думаю она уже началась давно ну да миссии в принципе тут не такие короткие как кажется так что надо делать минут хотя по 40 не знаю или даже так наверное нам надо будет на гору на самую эту подняться на самую высокую хотя хрен его знает что у нас тут взаимодействовать то есть я захожу в картины блин это прям как в этой игре fair effect но ее по-любому никто не играл на моем канале это 100 что такое это я управляю в картине а понятно двигайтесь осторожно чтобы избежать препятствия оба уже ночи подвисать немножко блин тоже платформер такой необычный как тут присесть никогда а мне на сюда да немножко подвисать я не понимаю почему что тут такого за графика просто вроде графики нету а подвисает зараза непонятно почему вот такие бонусные уровни да но это не бонусный уровень это это скорее как реально прохождение какой-то марио реально помните в марио такая же хрень была боля вот это конечно я протупил что-то как-то я не знаю а ну-ка а все понял тихо фпс проседает из-за этого немножко неудобно вот как мне писали типа как как же там так что-то может быть ай блин вот камера камера ты издеваешься писали что-то может тяжелого быть в том что ты нажимаешь кнопки fps вот и все у у я мазафака готова тихо я же испугался что это за хрень тихо головы каких-то обкуренных сосков так вот тут надо чтобы вниз а потом как то вот так вот поднимай меня вверх все отлично были интересная штука кстати а тут я не могу да резко так перепрыгнуть но не перепрыгнуть а так мотнуться куда я иду я честно говоря сам не знаю но я так и знал что она отвалится это специальная такая штука подберите это из-за одного персичка с дошел просто замечательно ничего не скажешь они она не отвалилась то просто какая-то хрень другая сюда можно было и не идти в принципе но зубья ну нам нужны без зубьей не произойдет нормальных детей тут вот так вот почему я бамбуки режусь бамбуки разве такие острые хотя помню об камыши один раз порезался кровище столько было что мама не горюй так что не советую камыши выдергивать голыми руками даже помню розы для девушек выдирал это столько крови не было до трос принципе не то что кровь от них так подобрать от них блин блин от них просто шипы но колючки в пальцах застревают и все так ждем хаба такое чувство как будто бы рисованный мир какой-то и плюс как будто бы нарисовали какой-то краской странный сейчас это будет все падать до или нет вроде нормально все отлично не знаю что а понял что мы активируем вы блин классно все таки круто так куда нам надо идти выйти подождите к там зубе есть ну ладно принципе нафиг те зубья помощью нафиг еще за этими зубами не гонялся принципе мне пофиг как будто бы мы зубов не на не наберем где-нибудь здесь так но я все сделал что дальше попал в какой-то мир или чем до в какой-то мир походу попал еще там он стоит опять это только глупцы верят в страдания это плата за то что не отличаются хотя бы сделали бы блин как черный вот эта штука по которой мы бегали правда не знаю из вас кто-то играл в жирный должен кто-то но должен играть был а я знаю что в чем тут прикол ну там такие же штуки были и они как бы как плачба ух ты ёп твою оса лучник тут одни осы будут походу какой-то киллер ща подожди мы тебя накидаем вот видите для таких ос это перечница просто идеально так что перечницу тоже не стоит забывать хотя иногда так сейчас опять у меня насяндры чешется когда я записываю какие-то такие игры почему-то начинается чесание . вороты повороты так ждем оба накидал куда нам идти тут ничего нету плачущая ива так я не пойму сейчас секундочку я понял что тут эта штука но а все вижу просто я не понял как не подойти молодца у нее даже лицо такое как будто бы она какая-то реально как японка о не японка китаянка так что и к чему это было ладно пофиг к чему это было опять этот хер до свидания могут быстро только это блин нихрена только даже это быстро в принципе меня не остановит ух ты его нифига я понял даже не перепрыгнешь через них понял понял сейчас все отворяй собака сарделька чем мы немножко полечимся и будем дальше проходить не знаю насколько это серия уже получилась но в принципе ничего страшного даже если она длинной получится потому что все таки блин не хочется сильно растягивать так куда мне и ты оса типа да оса колбаса ух нихрена тут огромные каких лабиринты прям оу а тут они конечно разделяются это не очень хорошо давай обратно как-то надо быстренько 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 оу тихо почему у нас зубы почему не что-то другое странно хова ах ты мудак вот он он видите он уязвимы когда он нападает блин их вообще ломать как нифиг делать персик ай-яй-яй иди отсюда отстань кисель иванович нож в принципе блин так красиво бьет таким фиолетовым чем-то фиолета с синим с розовым так что я открыл что же мы открыли вот я опять просмотрел и сейчас подождите мне кажется что я не в ту сторону пошел да сюда надо было да не блин вот из-за этого она подождите к еще раз я не могу значит я один раз открыл а сейчас найдем прям нож так светится бомба так что же я открыл там еще открыл вот эту штуку что ли так я не отсюда пришел случайно вроде нет да я уже вижу что тут и враги и тому подобное чернильная аса самурай но друзья наверное на этом мы закончим наше прохождение вот этой части и ждите следующую в принципе ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали ожидайте конечно же и песни лебедя будет конечно скором времени новые пиксельные игры будут и все будет круто так что с вами был глубин и всем пока удачи и не пишите херню в комментариях вот самое прошу вас вот это вот всем пока и удачи